Санночка откроет, коричи, резащие, газовые баллончики. Что вы думаете? Нет, что с этой стороны здесь. Профитки запрещены, нет? Вкусные. Вы еще не пробовал? Огостите. Нет, спасибо. Здравствуйте. А 529-е судебное заседание открытое? Главное, чтобы не голландский. 504-й. А что там такое? Что нет? Не знаю, говорят. Веселящее. Открытое судебное заседание в качестве слушателя. Нет, нельзя? А почему? Потому что запретил председатель служащий в суде. А бумага есть какая-то? Все, без металла рамочка. Вы ему будете вопросы, девушка задавать. Мне не надо, у меня есть списки. А, у вас просто устная, да? Сегодня свидетели только дотрошиваются. Ага, а несмотря на то, что открытое судебное заседание, да? Несмотря на то, что судебное заседание открытое. Ага, распоряжение. Есть указания председатель служащий, мы выполняем его распоряжение. Кузнецова, да? Троеновского. А, Троеновского. Да, Троеновский, Расмар. Благодарствую. Что говорят? Не пустят? Не пустят. Распоряжение Троеновского. А меня почему-то стерили? Вы же знаете, почему-то такое пресса. Пресса проходит по обыкновению журналистов. Пожарай, читайте. А я не буду западом, а прежде мы будем, что с вами не устраиваем. У меня отвлекает от работы. Мне интересно, почему вы стерили? Я тоже хотела пройти на... Распоряжение Троеновского, да? Да. Распоряжение Троеновского. Распоряжение Троеновского. А какие пирхоти? Распоряжение Троеновского. Я не понимаю, почему проекты не пускают, а то стоит плюс, или нет? Что еще? Распоряжение. А я хочу ознакомиться, а говорят, что лучше распоряжение. Почему это ваш? Председателю сюда можете обратиться, позвонить. Поговорю. И там, если я себе вопрос. А как мне тогда пройти туда? Должны позвонить. Что-то еще металлическое есть. Нет, с вами как можно. Это внутренний телефон, да? У нас телефон, да? 77-81-35, набирай. Сейчас, подожди. 77-81-35. Так, давай. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло? Ну, все, короче, трубку не берут. Ну, ладно, что делать. Что, надумали? Нет, что не берут. Ну, что-то еще спрашиваю. Послушайте, телефон не отвечает. А, понятно. Вы на оба тебе помогли? Да. А вы меняете? Не только дай мне. А второй, скажите, что вы дайте. Семь, семь, восемь, двести девять. Семь, семь, восемь, двести девять. Семь, семь, восемь, двести девять. Можно, пожалуйста, с письма дайте. Ну, что, мы секундочку-то записали. Ну, что, учитесь. Это ваши уроки. Мы давно проведены. И вам все инструменты даны были. Соображайте. Может, Светлана... Еще раз не поняла, кто ответил. Ага, здравствуйте. Очень приятно. Так, скажите, пожалуйста, я хочу попасть на судебное заседание, открытое, по поводу медсестры и стравматологии. Меня здесь не пропускают, объясняют, что есть устное распоряжение Трояновского, устное распоряжение. Я не могу с ним ознакомиться. Как мне это сделать, чтобы убедиться, что это, ну... Действительно так. Да, действительно так. Да, да, слушаю вас. Представительствующий судья, он самостоятельно принимает решение, есть ли места в судебном заседании, либо нет. Так, одну секундочку. Дело в том, что аналогичная история произошла вчера, а оказалось, что мест было достаточно. Свободные места были в судебном заседании. Он самостоятельно принимает решение. Я вам могу предложить записать вас на прием к председателю, либо вы можете в письменном виде высказать, в обращении написать. Судья сам решает. Хорошо. Получить помещение, возможно, действительно, она не позволяет, чтобы все разместились в зале судебного заседания. С этим, возможно, такое решение принято в суде. Хорошо. Значит, записывайте меня на прием к председателю суда. Могу вас записать на прием к председателю 28-го числа. 28-го. Это только через неделю, так долго ждать. Да. В связи с тем, что у нас дни приема, это вторник, четверг. А четверг, четверг, а на четверг, а праздничный день, понятно, понятно. Да, в связи с этим только на следующей неделе 28-го. Ну, меня как бы в следующей неделе не совсем интересует. А вот хорошо, вы говорите, что судья вправе, значит, определять вот это вот наличие мест свободных или еще чего-то, а вы бы не могли мне сказать, на что он ссылается? Должен же быть какой-то регламент или НПА, на который он ссылается, и чтобы... Ну, все, тебя как бы кидают. Все. Так, подожди, я еще раз, наверное, беру. Что, говорят, мест нету, да? Опять же. Алло. Сбросили, не стали даже. Ну, что, 7-7-8-135, да, помощник? Я сейчас еще раз, да. Помощник сбросил. Ну, когда вы еще раз попробовали набрать? Может, он... А еще и судебное свидание только на 14-30, так же? Ага, да. Сбросили, не установлено. Пожалуйста, подождите. Нет, не хочет отвечать. Помощник судьи отвечать не хочет. Ну, ладно, что делать. Сегодня опять слушателей не пускают. Третий раз звоним в Троемовск. Помощник не отвечает. Привет. Ничего? Не пускают слушателей. Почему? Умное распоряжение Троемовского. Со слов приставов. Наших он не пускает ни одного слушателя. Ага. Помостному распоряжению письменно не хотят предоставлять. А, секретарь сказала, что это письменно, там я знакомиться не даю. Вчера было. Вчера тоже так было. Так а кто писать-то будет? Вы что проморгали? Дело в том, что она мне сказала, она может записать только на следующий вторник. А я говорю, а вот четверг? Ты мне можешь не рассказывать. Это все делается заранее, продумывается. Какие варианты? Написать жалобу, вызвать полицию. Это сами уже додумываете. Можете составить акт. Втроем расписаться, что не пустили, сказали, что устное распоряжение. И зайдете в канцелярию, зарегистрируете два экземпляра. Один себе с отметкой, второй имп. Конечно, два экземпляра. Вообще никого тут припускают, что нет? Слушателей нет. И что? А есть право делать закрытое заседание? Нет, конечно. Конечно, определения не было об объявлении закрытого режима. Здрасте. Здравствуйте. Под принуждение, подвашь ответственность. Без оборота на меня. Троеновский, 504. Есть? Благодарство. Мимо рамки можно будет? Нет, нельзя. Под принуждение, подвашь ответственность. Слушайте, слушайте. Открытое заседание. Сейчас я вам расскажу. Да, конечно. Нет? Почему? Неразрешение было. Почему неразрешение? Почему? Так открытое заседание. Вчера же объясняли. Вчера же объясняли. А кому? Мне ничего не поменялось. Кому? Мне ничего не объясняли. Можно вот поделать палочку? Одно дело объяснение, а другое дело документ основание правовой. Ну, сказала, а документ есть? Почему? 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 Нет. Впрочем, в прорежении, все еще не проявилось. Так распоряжение не должно быть. Нет. 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 Так что не отвлекайте нас от работы. А можно поменять вас с сотрудниками? Мы людей пропустим, потом мы признаем. Благодарствую. Если хочешь, займись, вызвать полицию, составить акт, написать жалобу, удостоверить личности. Видишь, нагрудные знаки затерты, индифицировать невозможно. Это порча нагрудного знака, есть инструкция, приказ, можно жалобу конкретную накатать. Ты именно этих приставов записал? Да. Вот сегодня, вчера одни были, сегодня другие не пускают. Номер регистрации хотя бы получить. Подскажите, что распоряжение у вас на тройностках где-то с нецом? О, да. Я не знаю. Ну, что, слушайте, или не пускайте. Не скажу, не скажу. Судателство, можно дать на стоящую на суде, скорее всего? Это тройност. Не знаю. А как его обжаловать где-то у сна? Распоряжение. Должен идти с меня документ, правильно? Я в суд как приду, скажу. Вот он сказал. Он сказал бы, нет. А ну скажите. Ну, а сейчас же сотрудничество. Сейчас. Здравствуйте. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Говорят по вашим распоряжениям, слушайте, это правда? Все вопросы через приемные. То есть вы такого распоряжения не давали? Вот Рыгновский прошел, я его спросил. Он говорит, все вопросы через приемные. Вот, вы слышали? Вот они хотят пойти приемные, чтобы задать вопросы. Благодарствую, что пришли. Ну, все равно вы молодцы. Многое сделали. Самое главное, без провокаций и без скандалов. Все, давайте счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.